Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный одной из очень актуальных и важных тем для нашей страны, для нашего общества. Проблема системы образования у нас находится, ну, скажем так, на довольно критическом уровне. Чего об этом говорить? Большие проблемы с нашими детьми. Еще в конце 80-х годов я слышал, ну, скажем так, закрытый доклад о том, что примерно 47% наших ребят, они рождаются с ослабленным здоровьем. Образование ищет выход из хаоса. Где он этот выход? Как его найти? Сейчас существует где-то более 500 методик, где профессора, ученые, практики ищут именно вот этот выход из этой сложнейшей для нашей страны проблемы. Потому что, если не найдем мы этого выхода, ну, что будет со страной, не надо говорить. Найдем мы, и все будет по-другому. Нация будет здоровой, сильной, будет процветающей. Где он, этот выход? Вот сейчас об этом я и хотел бы поговорить в нашем цикле передач. И сегодня я хочу представить нашего первого гостя. Это академик Наталья Владимировна Маслова. Ну, помимо того, что она академик, известный ученый, она еще и очаровательная женщина. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Спасибо. Спасибо. Татья Владимировна, вот я держу в руках вашу книгу. Она называется «Ноосферное образование». Насколько я знаю, еще в 30-е годы этой проблеме очень много и серьезное значение уделял Владимир Иванович Вернадский. И, кстати, вот актуальность этой проблемы отметил даже президент Путин, который сказал в числе приоритетов развитие этих идей. Ну, а все-таки расскажите, что такое вот «Ноосферное образование», что это такое, чтобы, потому что многие, наверняка, даже не знают до конца у нас. «Ноосферное образование» — это современная педагогическая система, которая возникла в конце 90-х годов XX века. Слово «ноосфера» привносит в отечественную науку Владимир Иванович Вернадский. «Ноосфера» означает сфера разума, потому что греческое слово «ноос» означает разум. Сфера разума. Однако, мое мнение таково, что недостаточно сегодня говорить о сфере разума, ибо душа, дух человека играют важнейшую роль в нашей жизни. Поэтому следует говорить сегодня о сфере одухотворенного разума. И вот в русле этой идеи, которую привнес Владимир Иванович Вернадский в 30-е годы, мы и работаем над концепцией и системой, педагогической системой ноосферного образования. То есть, я так понял, извините, сразу, душа, дух, разум. Да, безусловно. Будьте добры, следующий кадр. Коллектив ученых Российской Академии Естественных Наук уже около 15 лет разрабатывает эту систему. Здесь психологи, физики, педагоги, врачи, что очень важно, педиатры. Мы часто общаемся с детьми и родителями и отрабатываем различные элементы этой системы в регионах, в Москве, в Петербурге, в ближнем зарубежье. Следующий кадр, пожалуйста. Действительно, Владимир Иванович Вернадский не оставил целостную концепцию ноосферы, но ученые 20-го века и уже 21-го века вполне вошли в эту тематику и разрабатывают разнообразные позиции ноосферного этапа жизни людей. Следующий кадр, пожалуйста. Обратите внимание на эту схему. Ведь качество жизни нас так волнует сегодня. Качество человека. А что определяет качество человека? Это способность его мыслить так или иначе. А бы как, или как-нибудь, или целостно, как заложено творцом в человека. Вот как раз, мне кажется, это проблема целостного мышления сейчас. Да, именно так. Именно значимость ноосферного образования, его новаторская роль, его инноватика, как принято сейчас говорить, состоит в том, что система ноосферного образования рассчитана во всех своих элементах не нарушить природных составляющих человека, разума, души, духа, и целостное мышление, как вы видите на этой схеме, является основной, скажем так, целью, устремленностью. Потому что если человек мыслит абы как, или кое-как, или как лоскутное одеяло, у него не выстраивается взаимоотношение с природой, с людьми и с самим собой. Поэтому от целостного мышления, как вы видите в центре этой схемы, зависит и качество жизни человека, качество самого человека. И таким образом ноосферное развитие и образование рассчитано на то, чтобы раскрыть в человеке его способность включать в осмысление жизни, в познание, в образование и левое полушарие, и правое, а также свою душу и дух. И вот это и есть целостное мышление. То есть именно к этому, скажем так, устремлено ноосферное развитие? Абсолютно правильно. Потому что если человек будет в конфронтации с природой, с самим собой, если он постоянно будет бороться с собою и с окружающим миром, то, так сказать, гармония очень и очень далека, она будет отдаляться. В жизни человека, в его душе есть генетически заложенная потребность целостности, гармонии, красоты, потребность прекрасного. И оказывается, этому надо учить человека в школе, ведь человека этому не учат. Он как-то сам по наитию учится этому в литературе, театре, художественных своих занятиях и так далее. Так вот, школа – это единственный мощный социальный инструмент, где человек проводит 8, а то и 10 часов в день своего жизненного времени. И именно школа должна учить правильному, мы говорим еще не только целостному, но еще сообразному природе человека, мышлению. То есть природосообразному мышлению. Давайте посмотрим следующий кадр. Я хотел только сказать один момент. Когда я еще был студентом, я помню, выходил у нас профессор, и он, может быть, один из немногих, он чисто экономическую систему рассказывал, он в виде круга изображал, и как бы от него дело впитление, с какими моделями взаимосвязана экономическая система. Но мне сказали, что практически это не рассматривалось раньше. Вот есть одна дисциплина, вот ее изучали. Но к чему это привело, мы уже с вами прекрасно знаем. Ну, давайте посмотрим следующий кадр наш. Обратите внимание на эту схему в виде цветных шариков, таких здесь обозначены этапы ноосферного перехода. Ведь мы не можем сразу попасть в эпоху, в этап ноосферы, ибо мы живем сейчас в таком сложном обществе, где огромное количество маргиналов. В хаосе находится экономика, финансы, образование. Обратите внимание, зеленый кружок обозначает вот эту фазу, где мы с вами находимся сейчас. Для того, чтобы перейти к следующей фазе ноосферного образования, нам надо подумать о том, как изменить левополушарное мышление, а точнее дополнить его до целостного. То есть научить ребят использовать правое образное полушарие головного мозга, свою душу, свой жизненный опыт, свой дух в процессе образования. Следующий шарик, который идет за круглым большим шариком ноосферное образование, это ноосферное сознание. Люди не могут сразу включить ноосферное сознание, то есть уметь понимать и разумом, и душой, и своим духом природу, окружающий мир. Этому должно научить ноосферное образование. И только впоследствии мы перейдем к этапу ноосферы, когда мы будем знать и понимать, что в мире есть законы, природы, человека, общество. И тогда наступит совершенно другой этап образования, науки и жизни общества в целом. Когда мы будем в единстве с космическими системами, мы не будем нарушать природу и свои собственные природные данные. А так, Владимир, а все-таки что же такое ноосферный переход, как он осуществляется? И второй, как мне кажется, не менее важный вопрос здесь, а что в этой ситуации будет происходить с наукой и системой образования? Ну что ж, этот этап уже начался. Он начался с выдающихся открытий наших отечественных русских ученых, которые на базе предшествующего развития науки и, собственно, образования. Ведь наука и образование – это тандем. Это как два колеса у велосипеда. Куда ведет наука, туда едет и вот это второе колесо. Поэтому мы можем говорить о тандеме наука и образования. И вот в настоящее время мы все в обществе слышим, говорят о синергетике, о интеграции наук. Вот именно это уже означает постепенный переход, то есть начало ноосферного перехода человечества в следующую эпоху. В настоящее время в России уже создана теория генетического энергоинформационного единства мира. Мир един, творец, науки, религии, жизнь наша. Это единый конгломерат. Это не надо делить. Это не лоскутное одеяло. И поэтому в настоящее время уже существует научная теория, которая обосновывает вот это единство, генетическое единство мира. А ухватившись за это или став на платформу этого, образование уже переосмысливает свое отношение. Делить ли по предметам обучения ребенка, на что опираться, каким образом выстраивать систему образования. Ведь современная система это лоскутное одеяло, это набор определенных информационных, скажем так, банков из области физики, биологии, литературы и так далее. И часто не связанных между собой. Они часто не связаны. Иногда сейчас идет интеграция. Вот эта интеграция, это есть уже шаг вот к этому ноосферному переходу. Следующий кадр. Обратите внимание, что здесь представлены три растущих дерева. Они символизируют растущую науку, потому что наука эволюционирует, словно от малого дерева растет к большому, мощному и сильному дереву. И если наука родилась в 16 веке, то и система образования родилась тогда же. Мы с вами говорили о том, что наука и образование это тандем. Яна Москаменский, выдающийся чешский, славянский педагог, заложил основы педагогики. Кстати говоря, мы ею пользуемся по сей день. Это классноурочная система, это урочный метод преподавания. Наука росла и уже в 19 веке, к началу 20-го. Это была совершенно другая система. Здесь использовались другие методы, другие подходы, другие концепции. И вот большое дерево символизирует науку 20-го, конца 20-го и начала 21-го века. Это постнеклассическая наука. Но и этому же этапу науки соответствует образование, так называемое синергетическое образование. Будьте добры, следующий кадр. А.Таврина, я только хотел узнать и вопрос. А все-таки вот три этапа науки, да? Да. Чем вот они отличаются друг от друга? О, это очень просто. Так же, как и растущее дерево. Сначала имеет маленькие корешки, небольшой ствол, небольшую крону, а потом оно растет и меняется. Так же и наука. Методы меняются. Если на первом этапе применяется метод наблюдения, описания, измерения, то сейчас уже компьютерные методы, о чем нельзя было мечтать. Сейчас уже методы общей теории систем, методы прогнозирования. Этого не было. То есть методами, методологией, безусловно, меняется. И самим предметом исследования. Ученые расширяют диапазон. И если раньше, вот тогда, когда мы видели с вами небольшое деревце, как символ науки классической, ученому было интересно, из чего состоит каменный уголь, почва и тому подобное, то сейчас это уже пройденный этап. И человеку интересно, как мировые космические системы взаимодействуют друг с другом. Это очень крупное, мощное расширение предмета и объекта исследования науки. То есть, Андрей Владимирович, получается тогда такой период, значит, первый этап – это описательный человек, только подходит к описанию системы. Второй этап – он начинает как бы проникать в структуру системы и прав. А третий этап – это он как бы межсистемный анализ. Безусловно, это так. И в связи с этим существует в науке, это введено Пригожиным, замечательное слово «синергетика» от греческого «синергос» – совместное действие. Вот то, что сейчас на данном этапе нас, всех ученых, интересует. Вот вы знаете, я вам скажу, и в литературе очень много похожего происходит сейчас. То есть, если мы возьмем литературу 16-17 века, то, как правило, она носила часто анализ, описание какого-то конкретного события. Как правило, все это шло в одном ключе – единый жанр. Потом немножко трансформировалась система. Но если мы вспомним Булгакова, там уже нельзя назвать какой-то определенный жанр. Но сейчас смешение жанров, смешение стилей, проникновение в разные системы. Свообразная интеграция. Да, интеграция разных стилей, разных жанров, интеграция реальности и реальности. И она, вот видите, я просто слушаю вас, смотрите, говорю, сколько общего. И обратите внимание, что и в образовании, если раньше вообще запрещалось пользоваться, скажем, методом воображения, например, в классической науке, на втором этапе, на третьем, то сейчас как раз мы обращаемся к скрытым резервам человека, к его душе, к его воображению, к его фантазии. И это становится инструментом педагогического поиска. Поэтому давайте перейдем к следующему кадру. Энергетика от греческого слова син или синергос – совместное действие и эргос-действие. То есть это наука о взаимодействиях в мире, в природе и в самом человеке. Это наука о взаимодействиях сложных систем и систем, которые сами способны развиваться. Как я уже говорила, нобелевский лауреат Илья Романович Пригожин привнес это понятие в отечественную мировую науку. И он предвидел, что это понятие проникнет и в педагогику, и в психологию, и во все сферы жизни. Посмотрите, какая прекрасная мысль. Было бы поистине чудом, если бы со временем человечеству удалось найти общие корни всех наук. Конечно, то, о чем мы с вами говорим, это нахождение той базы, той фундаментальной базы, на которой строить и науку, и образование. Будьте добры, следующий кадр. В России возникло, вот это своеобразный символ, такой русский цветок, ромашка. А внутри там содержатся уже и научные наработки, и всеобщие законы мира, которые открыты в России. И на этой основе развивается уже ноосферная наука и ноосферное образование. Пожалуйста, следующий кадр. Борис Александрович Астафьев является основателем, первооткрывателем такого замечательного направления, как теория генетического и энергоинформационного единства мира. И перед вами книга «Основы мироздания», которая положила начало этому направлению. Именно на базе этого научного направления мы и строим ноосферное образование. А скажите, а какие все-таки передовые достижения положены в основу вот этой системы? В основу этой системы положено открытие единого законотворения. Я бы сказала так. В этих трудах впервые, без стеснения, отечественный ученый говорит о том, что мир создан творцом. И через краткую формулу показывает вот этот процесс творения, который осуществлялся изначально, и он имеет место постоянно в нашей жизни. Наталья Владимировна, а вот интересный сразу вопрос. Дело все в том, что я, как человек православный, для меня изначально было ясно, что мир создан творцом. Так вот, Борис Александрович, в чем тогда его заслуга? Я отвечу на этот вопрос так. Его заслуга в том, что он впервые в мире науки отважился эту истину, которая для вас абсолютная истина, сообщить тысячам и миллионам тех атеистов. Ибо наука с XVI по XXI век была и есть, и остается атеистической наукой. И эта наука, к сожалению, привнося некоторые замечательные вещи, в принципе, она не является той истинной наукой, которая базируется на законе творения, на деяниях творца. То есть ученые, для вас это не секрет, и физики, и математики, многие из них, я не говорю обо всех, они не строят свои научные исследования, беря в учет, рассматривая существующий точный, духовный, душевный, а также строго математический механизм, который на самом деле есть во всех системах мира. Поэтому, говоря о вкладе Бориса Александровича Астафьева, надо сказать, что его вклад состоит в том, что он, по сути дела, пытается за собой повести тысячи и миллионы ученых, которые должны пересмотреть свою точку зрения и перейти от своих атеистических воззрений к более глубинному истинному рассмотрению устройства мира и творения творцом этого мира. — Ага Владимировна, а вот, вы знаете, я позволю себе с вами согласиться здесь. Обычно говорят, я позволю не согласиться, а вот тут я позволю себе полностью согласиться с вами. Я скажу, почему. Потому что вот я встречался с людьми, многими верующими, и они говорят, ну а что это доказывает, это нам и так ясно. Нет, недаром существуют ученые, ученые именно православного направления, христианского направления, которые в своих наученных трудах, они как бы подтверждают истинность Библии, истинность творения мира. Потому что, ну, не секрет же, что многие ученые, они говорят, ну что вы нам, вот, пожалуйста, вот мы совершенно другое. — Да, мы совершенно другое вам доказываем, а вы только вот на основе веры. Ну и что на основе веры? Так вот, мне кажется, такие люди, как Борис Александрович, они как раз работают в русле православного направления. — Безусловно. И его открытие, законотворение, его соединение, ну я имею в виду через определенные труды научные, то есть он говорит на языке науки, которая понятна современным атеистическим ученым, но при этом он их подводит к пониманию того, что мир создан творцом, и это истина. Вот именно эта теория мироздания, она называется теория генетического энергоинформационного единства мира, она положена в основу ноосферного образования. Давайте посмотрим дальше. Книга «Всеобщий закон творения» играет очень большую роль в ноосферном образовании, но у нас нет времени на этом останавливаться. Вы кратко смотрите формулу, она очень простая. Дальше мы переходим... — А можете вы немножко рассказать? — Да, я могу. Вот вы видите известный от Эйнштейна, по формуле Эйнштейна, знак энергии Е. Вы видите Пи, это известная константа круговая. Вы видите Ф, это константа золотого сечения. То есть мир устроен таким образом, что он постоянно, в нем происходит борьба двух сил. Внизу красная стрелочка и противоположно ей направленная другая сила. Красная стрелочка символизирует творящую, созидающую силу, а синяя стрелочка символизирует стимулирующую силу, то есть ту силу, которая нас постоянно заставляет совершенствоваться, работать над собой, если мы говорим о человеке. А в природе эти взаимодействия противоположно направлены, они происходят всегда. И формула эта через энергию и константы, которые я вам указала, они дают математическое выражение вот этих взаимодействий. Это и есть закон творения. — Я сразу вспомню, знаете, что законы геолектики Гегеля. — Да, ну, конечно, замечательно. Гегель очень много открыл общего взаимодействия. — Как развивается наука, да? — Да, как развивается наука. — Именно если бы не было открытий Гегеля, Канта и глубже в античность пойти Платона, всей истории науки, невозможно было бы сделать Борису Александровичу вот этих открытий. Ведь недаром мы часто говорим, стоя на плечах гигантов, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы можем сделать очень многое. Вот это тот самый случай, когда российский ученый встал на плечи гигантов мирового развития, мирового эволюционного процесса и предлагает нам достаточно простую формулу. Мы должны это глубоко изучать. Нельзя сразу отвергать или принимать. Надо глубоко изучать этот процесс. Давайте пойдем дальше. Нам удалось на основе теории генетического и энергоинформационного единства мира создать периодическую систему всеобщих законов мира. Это открытие 2005 года. Эта книга уже работает, живет. Она очень нужна и ученым, и педагогам. Дело в том, что не случайно Дмитрий Иванович Менделеев открыл свою таблицу элементов в XIX веке. Понимаете, вот эта матрица элементов, она послужила основой для того, чтобы увидеть законы мироздания, так, как они существуют для нашего понимания в виде вот этих 64 клеток. Здесь мы этого не показываем. Здесь мы говорим о том, что отдельные группы законов цветными, вот там цветными написано, законы энергии, законы управления, законы иерархии, они существуют. Но это достаточно серьезный самостоятельный труд. Я в данном случае хочу подчеркнуть, что базируясь на фундаментальном исследовании Бориса Александровича Астафьева, мы привносим системы законов и вноосферное образование. Это необходимо. Дело в том, что в начале этого века профессор Кузнецов, президент Российской Академии естественных наук, написал замечательную книгу о системном подходе и об управлении обществом. И там в первых строках было сказано, где те законы, на которых следует нам ориентировать студентов, где те законы физики, всеобщие, глобальные, где законы социологии, где законы всех других направлений. И он черным по белому прописал на первой странице своей книги, этих законов еще нет. Ну, эти как... Значит, эти законы уже есть, да? Да, прошло значительное время, и нам удалось это сделать. Но это не единственное, что удалось сделать, потому что ноосферное образование – это образование человека. И поэтому следующий кадр наш, он рассказывает о том, что создана система законов человеческого общества на базе предыдущих исследований. Это та же матрица, как у Дмитрия Ивановича Менделеева, 64 клетки. И там распределены группы законов, 64 группы законов. Это законы человека, это законы энергии, это законы информации, потому что информация является управляющей силой в обществе. Это и законы самоорганизации, это и законы эволюции и так далее. Без этого строить систему образования совершенно невозможно. Давайте посмотрим, что же еще у нас есть. А у нас есть еще система всеобщих законов постижения. То есть познать и постигнуть – это две большие разницы. Мы можем с вами узнать нечто, познать это, и не применять это в жизни. Что, собственно, и получается в системе образования сейчас. А если мы учимся правильно, сообразно законам мира постигать, то есть внедрять знания в жизнь, вот тогда у нас получается, условно говоря, правильное образование. Мы учим не только знать, но еще и правильно внедрять и сверять это, анализировать свою деятельность на основе всеобщих законов, которые есть, и от которых мы никуда не денемся. Мы можем признавать эти законы, можем не признавать, но от этого ничего не меняется, они есть и без нас. Поэтому в ноосферном образовании мы берем как базовые матричные системы всеобщих законов мира, то есть законы природы, космоса, законы человеческого общества, которые нельзя нарушать, что сейчас делается, к сожалению, во множестве ситуаций, случаев и так далее. И законы познания. Вот когда мы сумеем в образовании не нарушать эти законы, тогда мы будем действительно приближаться к тому, что человек наш будет гармоничным, счастливым, будет обладать целостным, гармоничным мышлением, это будет нравственная личность и высоко духовная личность. Наталья Владимировна, а вот я хотел вам такой вопрос задать. Я помню, ну где-то в 80-е годы еще, в конце 80-х годов, или даже в середине 80-х годов, все время был такой тезис «наука в практику», наука в практике. Вот не являлся ли вот этот момент, ну что ли, так сказать, основой зарождения вашей теории, первым таким камешком, на котором строилась теория? Потому что все время говорили же, вот смотрите, вот наука идет по своему пути, практика по своему, человек приходит на производство, но я помню, я еще, как говорится, тогда не работал, но уже слышал, вот все время, вот даже как анекдот был, приходит человек, говорит, после института на производство, он говорит, что, ну, забудьте, забудьте все, что вы учили в институте, это не нужно. А ведь это же, я думал, тогда еще, по-моему, еще... Многие люди задумывались об этом. В школе еще участились, давно это было, как говорится, уже это тезис ходил. Я думал, тогда зачем же учиться в институте? Я никак не мог понять. Дело в том, что педагогика, несмотря на то, что это и 16, и 17, и 18, и 19, и 20 века, педагогика тоже проходила разные этапы. Она тоже не знала сразу всего. И даже великий Яна Москаменский, основатель, патриарх педагогики, он тоже не мог знать всего. И поэтому с опытом, с практикой педагогика обогащалась многими вещами. Это был и Макаренко, это был и Сухомлинский, это наши выдающиеся педагоги, это Шаталов, это Шалва Аманашвили. И вот мы подходим к нашему моменту, когда нам удалось интегрировать вот эти практики и базовые, фундаментальные наработки мировой педагогики. Давайте посмотрим, что же получилось у нас. Вот видите, какая книжка вышла на сферное образование, собственно, она у вас в руках. И на сферное образование это система, вот здесь ключевое слово, система. Система научно-теоретических, методологических, гносиологических, то есть теории познания и практических взглядов на построение системы образования и воспитания. Здесь нет разницы образования и воспитания. К сожалению, вот в современной системе образования есть эта разница. Вы знаете, я видел некоторые ваши книги по ноосферному образованию. И вот я обратил внимание, что они красочные, по-моему, у нас даже есть вот тут. Несколько позже. Несколько позже, да? Давайте мы остановимся сначала на концепции, поскольку мы с вами говорили о эволюционном пути науки и образования. Вот концепция ноосферного образования. Я подчеркнула, что это система, это система научных взглядов, это система взглядов теории познания, постижения, практики. Посмотрите, в центре этой схемы имеется информация о том, что ноосферное образование это та система, которая ориентируется на понимание единства мира. То есть теория генетического и энергоинформационного единства мира, она лежит в основе. Это мировоззренческий базис. А вот под цифрой 1 обозначены научно-теоретические основы. Что имеется в виду? Здесь выдающиеся наработки физиков, психологов, медиков, биологов, генетиков. Здесь очень много наработок современной науки. И естественно, что образование не может обойти стороной, как вы полагаете. Можно ли сегодня учить ребенка, если вы как педагог не знаете, как устроен мозг? А ведь у нас 78, а то и 80% педагогов, они никогда не читали литературу о структуре, о состоянии нашего головного мозга. И когда мы у них спрашиваем, каковы функции правого полушария, левого, очень редко педагоги наши, даже московские, петербургские, в крупных городах, они не знают разницы, что левое полушарие – это логика, это анализ, это расчленение, это работа математиков, физиков и так далее. А правое полушарие – это образно-чувственная, интуитивная работа. Это работа абсолютно обязательная для каждого человека. Но у нас, по-моему, сейчас сделан крен так в сторону левого полушария. Вы правы, это уже 2,5 тысячи лет. Со времен Аристотеля вся наука и все образование практически как лавинообразно направились в этом направлении. И они как бы забыли, что существует правое полушарие. А ведь правое полушарие – это наша мечта, это наши проекты жизненные, это вся мировая литература, театр. Это же художественное творчество человека. И поэтому это где-то оставалось в школах, как сказать, выходного дня или во второй половине дня. А базовая школа, она этим не занималась. То есть, если сделать прямой и очень серьезный вывод, то базовая, основная школа, она не понимала свою задачу в формировании целостного мышления человека. Она делала только крен на левое, а все остальное отдавала музыкальным, художественным школам, танцевальным, кружкам и так далее. – Сама жизнь, по-моему, сейчас, вот она чисто ориентирует. – Мы с вами синерго-слово взяли. Синергетика, Илья Романович Перегожин. Синергетичная жизнь. Жизнь нельзя расчленить. Вот эта физика, эта химия, это танцы. Жизнь такова, что человек воспринимает все. И он перерабатывает. И вот это синергетичный подход к образованию, к воспитанию человека, он дает результаты. Давайте еще раз обратимся к нашей схеме. И поскольку я кратко охарактеризовала основные научные посылы, которые учитываются в наосферном образовании, то по цифре 2 вы обнаруживаете гносеологические основы. Оказывается, гносеология – это теория познания. Это часть философии мировой. Гегеля вы сегодня упомянули, Канта и так далее. Так вот, действительно, необходимо не просто учить человека каким-то фрагментом знаний, а уметь понять, каким образом происходит познание. И если это знает учитель хотя бы в общих чертах, он правильно выстраивает процесс образования. И в этом аспекте предлагаемая нами педагогическая система глубочайшим образом впервые в мировой практике рассматривает человека как живую самоорганизующуюся систему. Это не та система, в которую нужно вложить знания. Это не сосуд, который надо наполнить. Понимаете? Это надо так подойти к человеку, что человека надо зажечь. И он будет самоорганизовываться. Вот в этом суть гносеологических основ наосферного образования. У вас еще методологические основы? Ну, соответственно, методология, никакое образование без этого не обходится. Но наша методология, она основана на предшествующих втором и первом этапах, о которых я говорила, частях. Я вижу, соответственно, четвертое. Да, это практика. Это психолога, педагогическая практика. Ну, естественно, мы говорим, естественно, мы об этом говорим, о том, что наука и практика, оно... И вот здесь можно сказать о тех книгах, которые вы видели. И вот это и будет практика. Вот посмотрите, нам удалось создать огромный книгопроект «Биоадекватные учебники». Ну, прежде всего, био, биологически адекватные кому? Ребенку, его мозгу, его возможностям и его телу. У него в каждый период развития свои возможности. Мы назвали это «Биоадекватные учебники». И обратите внимание, что все школьные учебники, здесь цифры раз, два, три и так далее, 35, 36, маленькие кружки в центре схемы, это обозначение той или иной дисциплины. Ученик в школьные годы проходит порядка 36 курсов. Но учебники, которые существуют ныне, они очень, я бы сказала, вредоносны. Вы слышали о том, что сейчас и министр образования и науки, и сам президент указывают на недостатки существующих учебников? Ну, да, об этом говорят. Да? А как вы думаете, в чем основное недовольство, скажем так? Может быть, не только членов правительства, но родителей, детей. Вот что не нравится в современных учебниках? Вот мы это глубоко изучали. И оказалось, что огромное, почти 95% наполнения учебника, даже для младших классов, там чуть цифра меньше, состоит в том, что там идет голый текст, схемы, формулы. Там очень мало образов. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что традиционная система образования ориентируется на левое полушарие, на логику, на расчленение действительности, а правое полушарие не задействуется. И поэтому, когда мы создавали проект биоадекватных учебников, мы постарались задуматься, а какой же должен быть учебник, чтобы задействовать в процесс образования правое полушарие? И чтобы и правое, и левое полушария совместились гармонично, чтобы ребенку было гармонично, комфортно, чтобы он работал в зоне комфорта, то есть без перегрузки. Ведь сейчас что получается? Человек 5-6 уроков отсидел, левое загружено, болит уже. Ребята, где болит? Вот здесь болит. А что здесь? Здесь центр речи. Вот здесь болит. Что здесь? Здесь центр слуха. А что он слушает только? И вынужден говорить. А вот это все правое, здесь образные, чувственные компоненты могут быть зафиксированы. Правое полушарие, оно вообще бездействует. Учитель не умеет его включить. А если бы он половину информации переложил в правое полушарие, то ребенку было бы легко. Представьте, как если бы вы пошли на рынок, и в правую руку взяли большую сумку с продуктами, а левая у вас была бы без нагрузки. Вы бы шли наклонившись. То же самое, вы разгрузили ваш груз, идете, у вас и позвоночник ровно, и дыхание ровно. И ребенку также надо давать. Поэтому биоадекватный учебник, вот эта схема, она очень важную роль играет в образовании в нашем. Дело в том, что учебники, давайте следующий кадр посмотрим, действительно очень красочные, даже если они предназначены для старших классов. Потому что мы делаем эти учебники как здоровьезберегающие. За счет чего? За счет того, что часть нагрузки идет на правое полушарие. И мы балансируем, гармонизируем личность, и ребенку легко, комфортно учиться. У нас ребята называют такие учебники, знаете как? Великая радость. Я обратил внимание, когда я смотрел ваши учебники, я обратил внимание, говорю откровенно, что это вещи будущего. Правда, наверное, неправильно я сказал. Наверное, они вещи-то настоящего. Знаете еще почему? Потому что вот эти учебники, которые показаны здесь, их уже гораздо больше. Это, конечно, пионерские разработки, но они уже, это промышленные образцы. И более того, эти образцы создаются с помощью детей. Вот вы видите рисунки на обложках. Это работали московские школьники, это работали школьники из города Можайск и другие. Поэтому наши учебники создаются всегда в сотворчестве с детьми. Они помогают нам найти наиболее емкие образы. И таким образом мы гармонизируем ребят на их уровне, так, как требуется в этом возрасте. Я думаю, это даже правильно. Был старый-старый американский фильм. Он назывался, по-моему, «Большой». Это когда маленький мальчик выпил какое-то чудесное средство и стал большим. И когда он стал большим, его на одну фабрику, которая выпускала игрушки, он как бы стал экспертом. Потому что он смотрел, что подходит ребенку, что нет. То есть он чувствовал как ребенок. Да, он чувствовал как ребенок. И может быть здесь, то, что творчество ребят, они как бы работают. Да, но мы специально идем на этот контакт. Да, да, да. Это правильно. Это необходимо. Иначе мы не можем выпить этот эликсир и стать, значит, экспертами. Мы спрашиваем у ребят. Более того, мы устраиваем целый конкурс, и ребята сами находят, где лучшая находка и так далее. Наталья Владимировна, а вот каким-то образом ваши учебники замечены, отмечены? Или как у нас все, вы знаете, никому не нужно? Да, я понимаю ваш вопрос. Да, наши учебники замечены. И у нас есть, будьте добры, вот следующий кадр покажите. У нас примерно с 2000 года мы являемся участниками разнообразных конкурсов, выставок. Вы видите золотую медаль. Это наша гордость. Фонд Нобелевского лауреата Жареса Ивана Чалферова наградил проект биоадекватной учебники вот этой золотой медалью. А рядом серебряная медаль. Это наша тоже очень большая гордость. Это медаль, дана за разработку концепции ноосферного образования. То, о чем мы сегодня, собственно, говорим. А еще одна серебряная медаль, то есть у нас их в целом три, вот эта серебряная медаль, она дана за разработку реабилитации детей, то есть оздоровление детей. К счастью, многие врачи, медики, практики и ученые обратили внимание на то, что система ноосферного образования оздоравливает детей. Не только их разум, мозг, их душу, но и их тело. И происходит это за счет того, что через биоадекватные учебники и методику, через всю систему информация дается правильно, дается без отвлечения на ненужные какие-то фрагменты и дается целостно. А ребенок, он устроен так, что ему воспринять информацию в целом гораздо легче, чем по фрагментам. Происходит оздоровление ребенка на физическом уровне. И что еще важно для нашего общества, происходит усиление мощной мотивации позитивной. Ребенок устремлен к нравственным идеалам, когда он может, когда он успешен, и когда ему нравится, когда он в творчестве. Гормоны радости у него выделяются. То есть как только ребенок успешен, то гормоны радости выделяются в организм, и это оздоравливает эндокринную систему, иммунную и в целом весь организм. Наталья Владимировна, и последний вопрос, я только не знаю, будет он приятный или неприятный. Ну а вот государство оказывает там какую-то финансовую помощь? Пока нет, но косвенно это уже происходит, потому что наша школа, Боровская иноосферная школа, она в 2004 году признана лучшей школой России. Она стала победителем в этом всероссийском конкурсе. Оказывается материальная помощь в виде мебели, определенные финансы. И еще у нас ряд школ в Якутии, в Бурятии, в Сибири. Они стали победителями в пятом, в шестом годах лучшей школы России. Это уже значительное признание, и мы надеемся, что в дальнейшем интерес будет расширяться. Я думаю, при нормальном, так сказать, обществе оказывали несколько иную помощь. На все нужно время. Надо ко всему привыкнуть и познать, разобраться. К сожалению, время наше истекает. Огромное вам спасибо за такое интересное выступление. И я думаю, что мы с вами увидимся и дальше, будем встречаться, если вы будете столь любезны, что придете к нам. Ну а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы прощаемся. До следующих встреч. До свидания. Всего доброго.